Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу понять, как разрешить внутренний конфликт. Ну, у внутреннего конфликта, как мы понимаем, есть всегда несколько сторон. Если есть внутренний конфликт, значит, что-то с чем-то борется. Поэтому здесь я предлагаю вам для начала, ну, скажем так, для начала посмотреть, что это за стороны конфликтов у вас. То есть, если это конфликт, да, то какие его стороны. Вот. Потому что если мы не понимаем, что с чем конфликтует, что с чем конфликтует, то вряд ли мы можем вам помочь. Вот. Начат. Здесь два основных аспекта. Аспект первый. Стороны конфликта. Аспект второй. Суть конфликта. То есть, если мы говорим о, значит, конфликте, то в чем-то должно быть базовое противоречие. В чем оно? Дело касается личной жизни. С одной стороны, я не очень жадлива в браке, с другой стороны, в нелюбви к близким я свою жизнь не смыслил. Ну, вот. Здесь, как бы, помимо, помимо того, что, на мой взгляд, здесь нужно детализировать конфликт, да? Ну, то есть, детализировать стороны конфликт. Это первый момент. Второй важный момент заключается в том, что вы не счастливы в браке именно по той причине, что не смыслите свою жизнь без других людей. Собственно, когда человек делает смыслом жизни других, вот, то он, в общем-то, в принципе, не может быть счастливым. Потому что его жизнь максимально зависит от другого человека. Понимаете, да? Так что ничего удивительного, в том, что вы чувствуете себя несчастливым в браке. Нет? Это абсолютно нормально. Давайте попробуем подумать. А как так получилось, что вне, как вы говорите, любви к другим людям, вне других людей, людей, вы не чувствуете, не видите своей жизни? Как так получилось в вашей жизни? Как вы к этому, условно говоря, пришли? Давайте попробуем ответить себе на этот вопрос. Как вы относитесь к этому факту? К факту того, что вне других людей в своей жизни вы не смыслите. Вот. Я думаю, что здесь ведь есть какое-то основание, правильно? Я думаю, что здесь есть какие-то аргументы. Я думаю, что здесь что-то есть. Так вот. Так вот, от вашего отношения к тому, что вы не смыслите свою жизнь без другого человека, на мой взгляд, зависит очень многое. Как минимум. Понятно, да? О чем я здесь говорю. Если вы сами относитесь к этой ситуации нормально, то действительно здесь, в общем и целом, на мой взгляд, мало что можно сделать. Если вы считаете проблемой то, что вы не смыслите свою жизнь без кого-то, то это можно и нужно разрешать. Можно и нужно вам с этим помочь. Понимаете, да? Дальше. Мы живем вместе 3 года. Оба достаточно молодые. 33 мне и 40 ему. Ну, понятно в данном случае, что 3 года это небольшой срок для отношений. Вот. Именно каких-то долгосрочных. Вот. И, в принципе, на трехлетнем рубеже очень часто возникают так называемый кризис. Он так и называется кризис трех лет. Это трехлетний кризис в отношениях. Вот. Это нормально. Тут бывают проблемы. Но, на что хочется обратить ваше внимание. Обратить ваше внимание, пожалуйста, хочется на то, что между вами общего. Между вами и вашим мужчиной. Да? Я вот сейчас посмотрю. Муж. Мужем. Да? Он ваш муж. Вот между вами и вашим мужем. Что общего? Что вас объединяет. Что вас связывает. Как вышло в принципе, что вы вместе. Я думаю, что есть ведь какие-то для этого причины. Есть какие-то основания для того, чтобы вы были вместе. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Это очень важный момент. Идем дальше. Муж во время ссоры раз в две недели говорит в ярости. Ты не нужна мне. Уходи. Офигевшая. Неблагодарная. Что я сделал не так. Ну, понятно, что здесь я бы рекомендовал вам несколько поисследовать психологическую игру «Скандал». Она так и называется. Она так и называется. Это игра психологическая. Так и называется «Скандал». «Скандал». Вам нужно ее поисследовать. Для чего? Чтобы увидеть, что ссоры просто так не возникают. что у ссор, в принципе, есть система. И ссоры, и ссоры начинаются. Начинаются. Всегда. Ради определенной выгоды. Понятно. Конечно, люди не всегда отдают себе отчет в том, какие это выгоды. Люди не всегда понимают ради чего или для чего они ссоры. Но психологическая игра «Скандал» довольно хорошо демонстрирует нам то, для чего человек может вступать в конфликт. Для чего человек может ссориться. Я бы сказал, что одна из основных мотиваций, один из основных мотивов, так скажем, устраивать 40. «Скандал» заключается в возможности или, может быть, наоборот, невозможности выражать свои чувства, как-то с ними обращаться и так далее. Причин. 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 Довольно много может быть. Но суть остается одна, что скандалы просто так не бывает. Да, ваш муж взрывается. Это правда. Но его взрывы имеют основания. Либо его собственная внутренняя проблематика, к вам не имеющая никакого отношения от слова «совсем». Тогда можно говорить о том, что вы принимаете это на свой счет, и если вы принимаете это на свой счет, то для этого есть некие основания. То есть из основания, почему вы принимаете это на свой счет. Вот эти основания очень важно увидеть, очень важно заметить, очень важно понять. Вот. То есть тут у нас история либо про то, что вы как по себе не уверены, да, либо вы чего-то боитесь. То есть много есть разных нюансов. Суть в том, что это проблематика либо его, либо это проблематика чисто вашего взаимодействия с ним. И, да, нужно смотреть, как и что. Значит, вы пишите, ты мне не нужна, уходи, офигевшая, неблагодарная дубара. Это прозлость. Это прозлость. Повод обычный, к нему личное отношение не имеет, не проснулась в подбудельник, не так посмотрела, просила отложить интимную температуру, интимная жизнь вообще частая, каждый день. А вас это устраивает? Или нет? То есть, иными словами, о чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что человек находится в довольно серьезном нервном напряжении. Постоянно. И взрывается, когда, по сути, ему дается повод. Считает ли он сам эту проблему? Считает ли он сам ЭТО проблемой? Или нет? Вот в чем вопрос. Потому что одно дело, если он считает это проблемой. И совсем другое дело, если нет. Если он считает, что это проблема, с этим можно что-то делать. Если он не считает, адаптироваться остается вам только. Так. После ссоры может носить цветы, готовить вкусные блюда, помогать в делах, быть внимательным, но я не чувствую уверенность и кажется, что все это расслабится и все начнется по-новому. Здесь, конечно же, вы демонстрируете зависимость от человека. Вот. Естественно. То есть, естественно, здесь вы демонстрируете зависимость от него. И именно ваше собственное чувство, ваше собственное ощущение, ваше собственное счастье, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, как бы зависит только от вас. И само собой, само собой, что это не может не быть проблемой. Понимаете, да? Само собой, что это не может быть трудностью. Потому что это зависимость. Вот. Ну, возможно, возможно, ваш муж как-то так и чувствует. Возможно, ваш муж как-то так и ощущает, что вы от него зависли слишком. Ему это не нравится, и он чувствует сложности. Но прямо вам об этом сказать не может. Ну, это выражается, вот, желание отодвинуть вас немножечко подальше от себя. Итак, то, что мы здесь видим, мы видим то, что у вас нет уверенности. То есть, ваша уверенность зависит от него. Почему? Как так получается? Это первое. Второе. Значит, судя по вашей реакции, вам как бы нравится. Вам нравится то, что он после ссоры для вас что-то делает. И вы хотели бы, чтобы он делал это постоянно. Вы не отдаете себе отчет, судя по всему, что то, что он делает, он делает из чувства вины. Чувство вины не самый лучший мотивал, чтобы в принципе что-то делать. Потому что чувство вины его токсическое. И на этом основано желание ее загладить. Как мы видим далее, как мы видим далее, чувство вины имеет куда более глубокое значение для наших отношений. Дальше. Так. Мне нравится помогать ему в делах. Приятные вещи делать. И хочется, чтобы в моей любви он не сомневался. Я его люблю таким, как он есть. Ну, почему вы думаете, что он сомневается в вашей любви? А если он и сомневается в вашей любви, то извините, почему это ваша проблема? Почему это ваша проблема, если он сомневается в вашей любви? И здесь мы сталкиваемся, наверное, с первой стороной конфликта, которую вы описали ранее. Это то, что без любви к близким я в своей жизни не смысл впечативаю. Иными словами, если человек сомневается в моей любви, у меня нет смысла жить. Именно поэтому я хочу, чтобы он не сомневался. И именно поэтому для меня это так важно. Ну, здесь самое главное, пожалуй, не путать причину и следствие. Вы не хотите, чтобы человек сомневался в вашей любви? Именно потому, что не видите в своей жизни без этой самой любви. А не потому, что заинтересованы в каком-то делании счастливым вашего мужа. Это, конечно, тоже. Я не буду обретать, что, возможно, вы и хотите сделать своего мужа счастливым. Вот только есть еще другая мотивация. И эта мотивация является, к сожалению, деструктивной. Эта мотивация является, к сожалению, довольно серьезной проблемой. Дальше. Я живу как на сцене и как на вулкане. Такое ощущение, что смотрят закат шагом и все время что-то пытаются понять. Ну, это ваша проекция вследствие вашей неуверенности в себе и страха. Отдыхаю в труду. То есть, иными словами, вы как-то говорите здесь о том, что вам очень сложно расслабиться. Вы это, судя по всему, пытаетесь сейчас сказать. Что очень тяжело вам расслабиться. Ну, с чем это связано, опять же, что вы чего-то боитесь. Но самое главное заключается в другом. Самое главное заключается в том, что если вы расслабитесь, то вы начнете себя как-то проявлять. Если вы начнете себя как-то проявлять, то вы сразу же, скорее всего, интуитивно думаете, что вас начнут обесценивать. То есть, проявление себя и обесценивание – это комплекс. Это комплекс, который вы несете, исходя из того, что я могу видеть, через свою жизнь. Вот. В течение своей жизни, если хотите, вы его несете. Муж проходил кодировку от алкоголизма. Тогда, когда он болел, вспышки были чаще. И непредсказуемый после одного из таких вспышек я уехала и вернулась уже после того, как он закодировался примерно через полгода. Вот. Ну, вот здесь как раз-таки мы и вспоминаем о чувстве вины. Одним из самых частых психологических оснований для алкоголизма является чувство вины. И в общем и целом это чувство вины никуда от вашего мужа не ушло. Как ни ушел его внутренний конфликт, иными словами, мотивация для этих самых вспышек. Ничего это никуда не делать. Ничего из этого никуда не ушло. Вот. Кодировка не решает проблему. Опять же, говорю здесь, по сути, словами моего коллеги. И такое ощущение, что вы полагаете, что и алкоголизм вашего мужа, и его вспышки, это просто какое-то досадное недосадное неборазумение, которое мешает вам жить. Это не так. Совсем не так. Это системная проблема. Системная сложность, которую нужно решать. Это системная, повторюсь, проблема. И я бы сказал, что такие вспышки вашего мужа хороши для него. Потому что благодаря им, благодаря этим вспышкам, он может сохранять свое психическое здоровье. Не было бы их, этих вспышек, этих вспышек. И мы имели бы куда более, хотите верти, хотите нет, куда более серьезные проблемы. А так, да, мы имеем вспышки, да, эти вспышки неприятные само собой. Но, по крайней мере, ваш муж остается психически здоровым. Вам было бы легче к этому относиться, если бы вы не стремились к слиянию с ним. Вам было бы куда легче это воспринимать. Но из-за того, что вы стремитесь к слиянию, из-за того, что вы не видите, по сути, своих личных границ между вами и мужем. Конечно, вам очень сложно. Ну, только суть от этого, конечно же, не меняется. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Человек, он интересный и творческий, у меня нет желания специально кого-то искать и вообще строить другие отношения. С трудом отвыкают людей. Интроверт. Но то, что вы с трудом отвыкаете людей, никак не означает, что вы интроверт. То, что вы интроверт, никак не означает, что это и есть ваша технология. Нужно исследовать, чтобы понять, действительно ли вы интроверт или это механизм защиты. Не представляю, как можно легко кого-то другого полюбить. А зачем? Понимаете, привычка к человеку, ну, привычка, вот вы и говорите, да, что отвыкаете долго от людей. Так вот, привычка к человеку, понимаете, не является любовью. Привычка к человеку, не является любовью. Привычка – это привычка. Любовь – это любовь. Привычка – не любовь. Поэтому вы здесь смешиваете всё в одну кучу. Вот. Именно поэтому вы не представляете. Потому что вы привыкаете. А привыкаете потому, что вы не чувствуете себя. Да, вы хорошо можете, по-видимому, чувствовать другого человека. Это правда. Вы можете чувствовать другого человека, и, очевидно, делать это неплохо. Но в силу того, что вы от него зависите, в силу того, что вы в нём нуждаете, вы можете чувствовать другого человека. Но говорить о любви здесь я бы не стал. По крайней мере, по крайней мере, не в этом контексте. Дальше. Смученное ощущение, что в любой момент может разрушиться всё, что создаётся. Что делать? Простите, а что именно создаётся? Ну вот. Не могли бы вы пояснить, что именно создаётся? Что создаётся? Семья? Отношения? Что создаётся? Кем создаётся? Кто что делает для того, чтобы это создавал? Мы здесь говорим о семье? Ну тогда простите вопрос. А что для вас семья? Что вы понимаете под семьёй? Что она вам даёт, коль вы так сильно, получается, к ней тяготеете? Было бы неплохо это тоже преследовать. Потому что есть у меня такое ощущение, что опять же мы здесь говорим о вашем страхе остаться одной. Естественно, я могу ошибаться, о чем мы здесь говорим. Может быть, мы говорим здесь немножко о других вещах. Но я надеюсь, что суть того, что я сказал вам понятна. И в конце вы спрашиваете, что, собственно говоря, делать? Ну, давайте уточним. Что делать, чтобы что и для чего? Какая цель? Если говорить о том, что нужно делать вам, вам, конечно же, нужно на психотерапии. В первую очередь, своя собственная. Вот. Дальше работать. Если, как бы, в течение её, в течение психотерапии вы продолжите хотеть быть со своим мужем, то в таком случае работа по гармонизации отношений с ним. Вот то, что вам нужно сделать. А насколько длительная терапия может быть, сказать я не могу, в зависимости от вашей анализабельности. Вот. Но, как минимум, тут какое-то время в терапии побыть нужно. Как минимум, поработать с личными границами. Поработать с тем, как, насколько вы себя сами обесцениваете и обесцениваете вы себя очень и очень сильно. Вот. Ну, а там ещё больше, больше будет, конечно же, видно. Там ещё больше можно будет сказать более корректно, что можно будет для вас сделать и как. Вот. Вот. Такой ответ я могу вам сейчас предложить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего личного опыта. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. позволит вам сформулировать базовые подклады для психотерапии. То есть, чтобы вы для себя как-то определили, в каком именно направлении вы хотите двигаться. Вот. Я вам желаю успехов. Успехов не затягивайте. С началом психотерапии вот прямо сюда. Ситуация достаточно серьёзная. Удачи вам. Удачи вам! Удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...